На входе в военный комиссариат молодые призывники сразу же проходят регистрацию. Здесь же им измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. На осеннем призыве строго соблюдают все меры безопасности. Личный состав военного комиссариата уже прошел вакцинацию. В этот раз за осенний призыв прошла четвертая по счету комиссия. Сначала происходит изучение. То есть до начала призывной кампании проходит изучение призывника. Потом рассматривается по всем сторонам и профотбор, и состояние здоровья, и семейное положение призывника. На заседании призывной комиссии молодому человеку выносят вердикт – годен он или не годен для военной службы. Перед распределением и отправкой по местам призывники сдают тест на коронавирус и наркотики. Вакцинация также обязательна. Положительной тенденцией в последние годы стало то, что так называемых уклонистов от армии становится все меньше. Сейчас граждане имеют желание служить раз. И второе, по состоянию здоровья, я хочу сказать, что годных получается очень процент. Если брать 10 лет тому назад, то процентов на 30-40 годных уже у нас стало побольше. В армию молодые люди идут на 12 месяцев. Также этот год можно заменить службы по контракту. Многие призывники остаются и дальше служить в вооруженных силах нашей страны. Помимо меня в семье еще два брата есть. Один уже служит в Нижегородской области. И Саша на подходе. Ну и я тоже, соответственно, с ним вот в этот призыв попал. Проходим вот сейчас обседование, и в результате которого уже будет ясно, готовы мы или нет. Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. За эту кампанию ряды вооруженных сил пополнит около 30 саровчан. Призывники будут распределены по Западному военному округу. Подмосковье, Калининград, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.